9 мая по всей стране прошли торжественные митинги и парады. Славянск на Кубани не исключение. В числе почетных гостей на торжествах были, конечно же, ветераны. 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в этом году с нами встретили 72 фронтовика. Все поздравления в этот день звучали в их честь. Товарищ полковник, парад во знаменовании 73-й годовщины Великой Победы построен. Командующий парадом майор Арманов. Здравствуйте, товарищи моряки! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с Великой Победой! Ура! 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 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне Славянск на Кубани встретил военным парадом. Его участников, а также жителей и гостей города с праздником Победы поздравил глава Славянского района Роман Синеговский. Почетный житель, ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель. Праздник 9 мая в нашей стране отмечают в каждом доме, в каждой семье. Ни одну из них не обошла война. И прежде всего мы чувствуем и честуем ветеранов. Мы делаем это, не скрывая слез и не боясь высоких слов. Уважаемые ветераны и труженики тыла, Позвольте еще раз сердечно поздравить вас с Днем Великой Победы. Глубоким искренним чувством благодарности, уважением и любовью к вам наполнены наши сердца. Мы гордимся тем, что именно наши отцы и деды смогли сокрушить нацизм. Мы снова и снова говорим вам спасибо за освобождение, за победу, за счастливую жизнь наших детей и мирное небо над головой. Одно из самых сильных чувств в душе каждого гражданина России – это любовь к своей стране. И мы будем всегда беречь свою Родину, как это делали солдаты Победы. Будем укреплять традиции патриотизма и преданного служения Отечеству. Ведь мы обязаны передать нашим детям стабильность и мир, суровую правду и память об Отечественной войне, дух и смысл Великой Победы, чтобы они так же сильно любили Россию, любили Кубань, помнили и гордились старшим поколением, которое самоотверженно сражалось за Родину и счастье отстояло ее свободу и независимость. Низкий поклон поколению победителей. Мира, счастья и благополучия всем жителям Славянского района. С праздником, дорогие друзья! С Днем Великой Победы! Уважаемые жители города Славянска, Славянска района, бойцы и офицеры наших армий, которые стояли на защите, на охране нашего государства, стоят и будут стоять. Это наша любовь, гордость и защита. Товарищи, сегодня 73-я годовщина нашей Победы. Мы с вами прожили этих 73 года, не зная, что такое война. Я, как ветеран Великой Отечественной войны, от всей души желаю нашим жителям города Славянска, нашей молодежи, жить и процветать в таком прекрасном, чудесном, красивом, чистом зелени и водой, окруженном в нашем городе Славянске на Кубани. От всей души вас поздравляю с этим большим праздником всемирным. Желаю вам всем добра, счастья, а самое главное – здоровья. Великая Отечественная война вошла в нашу историю как общенациональная трагедия, пережить которую мог только сильный народ. Она стала свидетельством высочайшего народного патриотизма и высочайшей воинской доблести – память погибших в той войне – почти минутой молчания. Те, которые отдали жизнь за нашу судьбу, за нашу жизнь, прошу почтить память минутой молчания. Девятое мая – особый праздник, день, в котором смешались все возможные человеческие чувства – боль и радость, горе и счастье, всеохватывающее чувство радости от победы и гордость за свою страну. Это, наверное, единственный праздник, который так объединяет наш народ. А еще – это день благодарности и признательности тем, кто освободил мир от фашизма – фронтовикам. Через их сердце и судьбу прошла война. Ценой огромных жертв и лишений они отстояли свободу и независимость нашей страны. День Победы для нас – это все вспоминания. Передать хочется, рассказать все хочется. И главное, что о нас заботятся. Мы живем тем, что нас опекают, живы. Радуемся, что мы не одни. Вот что нас в основном держит. Мне задают вопрос, что мы хотели, чтобы мы вам подарили. А я говорю, а вы уже подарили. Я рад, что вы есть. Мы рядом с вами. Вот что дорого. День Победы – это праздник со слезами на грозах. Мы такое пережили, что даже сейчас… А желаем своим предкам быть достойным своих родителей. По театральной площади Славянска-на-Кубани на глазах ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, восторженных жителей и гостей района, торжественным маршем прошли военнослужащие войсковых частей из Славянска-на-Кубани и Новороссийска, курсанты Новороссийского государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова, казаки Славянского районного казачьего общества, кадеты школ района. Государственный морской университет имени адмирала Ушакова возглавляет университет доктора технических наук профессор Сергей Иванович Кондратьев. Университет является крупнейшим учебным заведением водного транспорта и единственным высшим учебным заведением на юге России, выпускающим морских специалистов. В университете сегодня более 7 тысяч человек. Принять участие в параде для каждого участника было высокой честью и гордостью. Наши отцы, деды сделали нас такими, какие мы есть, осчастливились сегодняшним днем жизнью. Ради этого мы здесь и собрались отблагодарить их чем можем, и словом, и делом, я думаю. Сам казак, наследник тех воинских подвигов, которые совершались во все времена защиты России от всех непонятных притязаний к ее и народу к территории. И казачество в этом отношении должно быть впереди всех. Поэтому это понятие должно сохраняться на всю жизнь у тех, кто носит погоны казака. 9 мая для каждого человека, живущего в России, ну и в принципе в 15 государствах, которые включала СССР, должны помнить всегда ту великую победу, которую совершили наши прадеды, деды, наши предки. Потому что это в первую очередь наша история, которую забыть в принципе нельзя. Для меня участие в параде, это еще раз повторяю, гордость большая. Потому что этим я отдаю какую-то дань гордости, дань чести своим прадедам, дедам. И в принципе всем тем людям, которые дали свои жизни и воевали в Великой Отечественной войне. В моей семье, как и в принципе я думаю в любой семье людей, проживающих в России, мой прадед воевал, мой дед воевал как бы тоже. Ну дед не в Великой Отечественной войне, но все-таки же воевали. И поэтому я помню этот день, эту дату. Это также и моя победа, и наша в принципе, всех нас победа. Сотни славянцев пришли принять участие в праздничных мероприятиях. Для каждого это личный праздник, великий, радостный и трагичный одновременно. Праздник памяти и национального единства. 9 мая это день победы, который для нас очень важен, так как наши деды защищали нашу родину. Это будущее наших детей, мирное небо над головой. И я всех поздравляю с праздником, желаю всем здоровья, желаю, чтобы все-таки мирное небо было над нами всегда, чтобы мы дружили, уважали друг друга, чтобы дети наши были счастливы. Вы знаете, это всемирный праздник наш, не только наш, но наша Россия. Все воевали, отдали жизни, чтобы мы спокойно жили и красиво жили. Ради наших детей. Мир и дружба всем нужны, мир важней всего на свете, на земле, где нет войны. Ночью спят спокойно дети, там, где пушки не гремят, небе солнце ярко светит. Нужен мир на всей планете, нужен мир для всех ребят. 9 мая 1945 года Советский Союз не просто одержал победу над фашистскими захватчиками, он доказал всему миру мощь и силу русского народа, отстоял право на свободу и независимость. Сменяются поколения, уходят в прошлое именно тех, кто не жалея жизни боролся с фашизмом, но они навсегда останутся в нашей памяти и в памяти наших потомков. Анна Монастыренко, Александр Косицын, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».